Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги рабочей недели. Представляем «Большой космос» — это программа о самых интересных людях и событиях отечественной и мировой космонавтики. Состоялся 11-й пуск по программе OneWeb. 14 октября с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фарегат» и 36-ю космическими аппаратами в рамках миссии номер 49. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 30 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя «Форты». Это произошло в 12 часов 40 минут московского времени. Спустя 562 секунды разгонный блок на суборбитальной траектории полета отделился от третьей ступени ракеты. Этот старт стал 17-м успешным пуском российских космических ракет в 2021 году. Согласно телеметрической информации из Центрального информационного пункта Роскосмоса, старт разделения ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Разгонный блок «Фарегат» продолжил выведение 36 аппаратов на орбиту. И, как сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, все космические аппараты выведены на расчетные орбиты. Миссия выполнена. Итак, по результатам шестого коммерческого пуска с Восточного, низкоорбитальная группировка «Ванвеб» увеличится еще на 36 спутников и достигнет 358. И снова Восточный. Уникальный стартовый комплекс космодрома, откуда стартовала ракета «Союз-2.1Б», это несколько десятков сооружений на площади в 45 тысяч квадратных метров. И, конечно, главная отличительная особенность комплекса — мобильная башня обслуживания. Однако, Юлия, современный космодром должен включать в себя несколько стартовых площадок под разные типы ракет-носителей. И сейчас на Восточном активно строится стартовый комплекс для ракеты «Ангара». Профессиональный комментарий специалистов в Большом космосе. Мы находимся рядом с одним из основных сооружений, это стартовое сооружение. Сейчас возведены четыре этажа, и мы приступили к монтажу составных частей, крупногабаритных составных частей пускового стола. Поэтому мы привлекаем только проверенные компании, специалисты высочайшего уровня, потому что в ГП 7.1, это блок хранения кислорода и азота, мы в 2019 году, в декабре месяце, доставили, смонтировали, установили в проектное положение резервуары кислорода и азота. Сейчас продолжают работы наша монтажная организация, это Крегер Монтаж, работают по монтажу газовых систем. Дальше продолжаем работу по монтажу баллонов высокого давления. Это централизованное сооружение. Нам необходимо смонтировать 1584 баллона. На данный момент времени мы смонтировали более 900 баллонов. Работа идет планово, все организовано, никаких проблем в нашей работе нет. Каждый этап и каждая работа имеет свои особенности. Монтаж пускового стола, крупногабаритные составные части, вес лонжеронов 88 тонн. Здесь свои особенности. Очень опасные работы, очень ответственная операция. Есть работы, которые выполняет наша монтажная организация в централизованном сооружении. Там монтаж баллонов. Вес каждого баллона 4 тонны, высота 6 метров. Представьте, смонтировать металлоконструкции, более 700 тонн металлоконструкции, все баллоны устанавливаются в вертикальном положении. То есть работа крайне напряженная. А потом еще выполнить обвязку этих баллонов, испытать, проверить. То есть каждая операция имеет свои особенности. Мы находимся в данный момент на строительной площадке стартового комплекса «Ангара». С вами стоим на командном пункте ГП номер 3, который у нас предназначен для управления всеми системами стартового комплекса «Ангара». Здесь размещается технологическое оборудование управления всеми системами стартового комплекса «Ангара». И размещаться будет личный состав. Около 400 человек в пусковую компанию. Данное сооружение предназначено также еще и для укрытия личного состава. Здесь уже готовы три этажа. Нулевой, минус один и минус второй этаж. Командный пункт, строительная часть на завершающем этапе. Сейчас там проводятся внутри отделочные работы. И прокладка систем жизнеобеспечения командного пункта. Там же, на восточном, в уникальном техническом комплексе космодрома продолжается монтаж вакуумной установки. Она предназначена для испытания на герметичность отсеков пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел» и других космических аппаратов. За моей спиной сейчас находится площадка, на которой происходит монтаж комплексно-вакуумной установки. Сама комплексно-вакуумная установка предназначена для испытания космических аппаратов глубоким вакуумом, дабы подтвердить безопасность и надежность космической техники, предназначенной для пилотируемой космонавтики. Это очень сложное инженерное сооружение. Она будет иметь свою локальную чистовую зону, свой комплект гарантированного электропитания, комплекты внутренней оснастки. То есть это очень масштабный проект, и самое главное, он нужен, чтобы обеспечить пилотируемые запуски именно с космодрома Восточного. Для «Орла» это, естественно, в первую очередь. У России есть такие космические аппараты, как «Фотон», «Бион», и они тоже проверяются, готовятся с использованием комплексно-вакуумной установки. Сейчас в планах до конца года провести только экспериментальные работы именно уже с вакуумным оборудованием. Первые автономные испытания запланированы на конец следующего года. Конструкторское бюро химоавтоматики, входящее в состав «Роскосмоса», отмечает юбилей в 80 лет. Как подчеркивается на официальном сайте госкорпорации, на счету КБХА свыше 60 разработанных жидкостных ракетных двигателей, половина из которых пошла в серийное производство и позволила решить исторические задачи съемкой и маркировкой «Впервые в мире». Действительно, впервые в мире 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил исторический полет в космос. В составе третьей ступени ракеты «Восток» надежно отработал ракетный двигатель «РД-0109», также созданный специалистами КБХА. За минувшие годы более 4 тысяч жидкостных ракетных двигателей разработки КБХА обеспечили пуски ракет различного назначения, а всего на заводах нашей страны изготовлено более 20 тысяч экземпляров двигателей разработки Конструкторского бюро «Химоавтоматики». Сейчас предприятие имеет научно-технические испытательные возможности для создания и отработки ракетных двигателей на любых жидких компонентах топлива, а производственная база позволяет изготавливать до 10 типов ракетных двигателей. Это «Большой космос». 17 октября. Все мы ожидаем возвращения на Землю спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18». Корабль стартовал на орбиту 9 апреля этого года. Накануне Дня космонавтики получил имя Юрий Гагарин в честь 60-летия первого полета первого космонавта нашей планеты. В Международные космические станции отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ван Де Хай. Для Олега Новицкого и Петра Дуброва экспедиция стала очень насыщенной. Два многочасовых выхода в открытый космос. Прием и адаптация в российские сегменты МКС нового модуля. Перестыковка корабля с модуля «Рассвет» на стыковочный узел «Науки». Ну а 5 октября на станцию на корабле «Союз МС-19» прибыл экипаж в составе Антона Шкаплерова, Юлии Пересильты и Клима Шипенко. За 12 дней творческой командировки на МКС впервые в мире актрисы и режиссер должны были снять фрагменты будущего художественного фильма «Вызов». Уникального проекта «Роскосмоса» и «Первого канала». 17 октября вместе с командиром корабля Олегом Новицким, Юлия Пересильты и Клим Шипенко возвращаются домой, на Землю. А вот у Петра Дуброва и его американского коллеги, астронавта НАСА Марка Ван Де Хай, орбитальная вахта продолжится до весны. Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» ожидается в 7 часов 36 минут по московскому времени, недалеко от казахстанского города Жасказган. «Роскосмос ТВ» покажет это событие в прямом эфире. Не пропустите! В центре подготовки космонавтов прошли тренировки экипажа корабля «Союз МС-20», имитирующий разгерметизацию и возгорание на МКС. Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета японский бизнесмен Юсако Маэдзава и его помощник Йодзо Хирана отработали элементы спасения в российском скафандре «Сокол» производства НПП «Звезда». На пресс-конференции после тренировки участник космического полета, владелец японского бренда модной одежды Юсако Маэдзава, восхитился функциональностью и эргономикой отечественного снаряжения для полета в космос. Мы неоднократно уже его примеряли, эмоции меня переполняют по поводу этого скафандра. Меня больше всего поражает, когда ты его надеваешь, понимаешь, что в этом скафандре воплощение знания, опыт и энтузиазм людей, которые занимаются этим делом на протяжении многих десятилетий. Там нет ничего лишнего, все функционально, и это вызывает мои восхищения. Космический турист из Японии составил для себя список из ста задач для работы на МКС и раскрыл одну из них — сыграть в бандминтон с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным. Турниры по этому виду спорта проходят на МКС, а командир корабля «Союз МС-20» к тому же обладатель мирового рекорда по продолжительности игры. Александр Мисуркин сутки без перерыва перекидывал валан с жителями Орловской области. Продолжительность пребывания японских туристов на МКС составит 12 суток. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года. Мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны. От смоленских солнечных берез до туманных далей. Аберон. Эти картины не просто иллюстрации эпизодов героических будней советских ученых и космонавтов, а скорее повод к разговору о вечных темах. Чести и долги, любви к Родине, готовности к подвигу. Поразмышлять на тему космоса и насладиться космической эстетикой вы можете в галерее РосИЗО, где проходит выставка «Космос как искусство». Идея, она как бы была на поверхности, потому что в этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос. Но еще одна, конечно, идея, которую нельзя забывать, пришла к нам в связи с тем, что поисковый запрос «Как нарисовать космос» является вторым популярностью в Яндексе. То есть люди всегда интересовались, ну и на данный момент до сих пор интересуются, как нарисовать и изобразить космос, и вообще что такое космос. Поэтому эта выставка важная для нас очень, и нам кажется, что важная для наших посетителей и тех, кто интересуется и космосом, и искусством. На выставке экспонируется широкий спектр российских художников, как советского периода, так и современных авторов. Впервые после реставрации специалистами РосИЗО представлено пятиметровое полотно Бориса Окорокова «До свидания, Земля». Оно было создано в 1970 году, долгое время находилось в Польше и не демонстрировалось широкой публике. Вот мы ее отреставрировали, и это на самом деле образец такого реализма и победы Советского Союза в свое время над космосом и над пространством. В этой работе он постарался передать ту гамму чувств, которые испытывают космонавты, когда они прощаются с Землей. Тема освоения космоса получила оперативный осмысленный отклик в творчестве советских художников-плакатистов. Конечно, их творчество имело непосредственный социальный заказ, и их работы во многом тиражировались, расходились миллионными тиражами по городам, украшали какие-то важные мероприятия, связанные с той или иной космической темой. И, конечно, в своих работах они опирались на лучшие традиции советского плаката, которые еще со времен Великой Отечественной войны были присущи ярким агитационным плакатам. И именно все эти качества обеспечили этим плакатам очень долгую творческую жизнь. Еще одна интересная тема на выставке – это образ первого космонавта. Поскольку Юрий Гагарин после своего первого полета превратился в мировую суперзвезду, его лицо тиражировалось на всех обложках журналов. И, естественно, каждый художник хотел познакомиться и прикоснуться к этой легендарной личности. Двум советским авторам это удалось. Выдающийся советский скульптор-монументалист Лев Кербель создал скульптурный портрет Юрия Алексеевича. В этой работе он постарался отойти от образа легенды и показать, что простой советский человек может совершать великие поступки. Живописцу Андрею Плотнову также удалось лично познакомиться с Юрием Гагарином. Космонавт неоднократно посещал его мастерскую, что и послужило поводом для создания серии его портретов. Помимо работ русских живописцев Евгения Корнеева, Михаила Песковского, представлена работа молодого современного художника Дмитрия Калистратова. Здесь, наверное, такой эпизод, связанный с историей, наверное, самой знаменитой космической станции «Мир», которая была затоплена в 2001 году. И художник, наверное, поскольку он молодой человек и действительно очевидец всех этих событий, вот он попытался рассказать такую историю, связанную с таким концом вот этой знаменитой станции, таким, наверное, просто чудом человеческой мысли, инженерной мысли. Осетинский художник Шалва Бедоев, вдохновленный космосом, написал картину, которая вся пропитана мифотворчеством. Ее основная идея заключается в том, что все исследования и открытия, связанные с космосом, должны служить мирным целям и во имя мира. Ну, в частности, на его работе мы видим наградную лозу, такой вот явный такой символ национальный осетинский человек в национальной одежде, и голуби, которые символизируют мир и служение мирным целям новых научных открытий. А сейчас в Большом космосе традиционный обзор объекта Вселенной от Николая Вдовина. Месье 37 – еще одно рассеянное звездное скопление в созвездии Возничьего. В скоплении наблюдается 19 звезд типа белый карлик. Один из белых карликов этого скопления имеет очень большую массу для данного типа объектов, больше, чем масса Солнца. Возраст звезд этого скопления оценивается в 300 миллионов лет. В М-37 – 1600 звезд главной последовательности, или звезд, которые находятся на стадии эволюции, когда их единственным источником энергии являются термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, которые происходят в ядре звезды. М-37 – самое яркое из трех знаменитых рассеянных скоплений Возничьего. Наиболее благоприятные условия для наблюдения созвездия с осени до весны. Расстояние до Месье 37 – 4400 световых лет от Земли. Спасибо, что были с нами. Увидимся в Большом космосе. 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 Продолжение следует...